Здесь у нас 7 островов, которые мы должны посетить. Хорошо, хорошо, я не делаю, я посмотрю сюда. Здесь еще один остров, я не знаю, на каком я спросила. Муя, как он сказал, Муя название. Не знаю, я не совсем поняла, если честно. Это один из семи островов, то есть это второй у нас по счету. Я так понимаю, люди нанимают даже вот такие вот целые лодки и просто целый день на них проводят, посмотрите. Лежат, там просто на солнышке загорают, отдыхают. Наши опять пошли нырять. Я так понимаю, куда можно спуститься, сейчас я тоже попробую спуститься туда. Вот это, кстати, пара, которые меня узнали. Они здесь с нами сидят на торме. Все ныряют, но я не хочу нырять, почему-то не хочется мне нырять. Не готова я. Вот такой вот маленький островок. Вот такие отвесные скалы. Между двумя такими скалами получается, как внутри есть, как между ними место. Наши все в воде. Я наполовину мокрая, но полностью не хочу воду я скупать. Купальник. Вернее, купальник у меня есть, но переодеться толком здесь негде, поэтому... Смотрите, даже фиши здесь есть. Такие они colorful вообще есть. Вот и маленькие, а есть там покрупнее, подальше. Такие крупные, крупные. Не знаю, даже видно или нет. Мы приехали на третий остров. Достаточно большой, но это даже не остров, это как бы пляж. Достаточно большой, такой чистый. В той стороне вижу день. В этой стороне очень солнечно, но здесь есть кафе. Мы все очень голодные, потому что уже больше четырех часов вечера, как бы ближе к пяти. А мы с утра как бы легкую, легкий завтрак поели. Я обошлась фруктами и сыром, чай, кофе. В общем, как бы до этого времени мы ничего не ели. Поэтому посмотрим сейчас пойдем, что там есть и поедим. Ну тут, конечно, условия тоже еще те, чистой воды то нет особой. Поэтому вот в такой кабинке все это дело происходит. Такие есть здесь наименования. Я смотрю, даже шашлыки, наверное, здесь делают вечером. Видите, такие как шашлычницы. Они вообще на английском не разговариваются. Так трудно только показать им можно. Говорит, не все есть. Ничего там нет. В общем, всего нет, что мы выбрали. Ну хотя бы из того, что было какой-то бар, гар, бургер и что-то еще. Ну и Раджиш берет, конечно же, пиво для мальчиков. Отсюда мы уезжаем. В принципе, ничего особенного здесь нет. Мы как бы только обедали. Ну даже трудно назвать обедом. Если честно, нам совершенно ничего не понравилось. Тайская еда очень сладкая. Такое ощущение, что они все поливают сиропом. Были непонятные какие-то макароны. В общем, похожие как на резиновые. Я не знаю. Ну, в общем, на вкус они были совершенно как резина. Никому не понравилось. В общем, мы поклевали немножко. Практически мы голодные. Ну вот ту пачку орешков, которые я купила, мы съели с удовольствием. Муж тоже у меня практически голодный. Ничего не ел. Еда не понравилась, говорю. Непонятно из чего были макароны и очень сладкие. Детям наши... Сладкие плюс это казалось, что это пластика. Ну вот, как я же говорю, пластики еще плюс сладкие. Детям нашим тоже ничего не нравится, потому что, естественно... Потому что, естественно, они индийцы, а индийцам нужны очень острые блюда, приправы. Сладкое нам, конечно, не подходит для обеда. Все, нас зовут, мы уезжаем отсюда. Да. Окей. Мы сказали, что вот этот остров, который мы поднимаем. У нас здесь есть остров, где у нас будет сейчас ужин. Сейчас 5.30 вечера. Здесь и встретим мы закат. Здесь у нас и будет ужин. Здесь уже начинается тень деревьев. Ну, конечно, жалко, что они привезли нас сюда в самую последнюю очередь. Вот здесь бы нам приехать с самого начала. Потому что, когда мы только выехали, да, с места назначения, с отеля, можно сказать, было очень жарко. И мы целый день практически были на солнцепелке. Мне кажется, я обгорела. Я потом уже начала закрываться просто полотенцем. Одевала свою широкую, такую широкопольную, как сказать, шляпу. Но, мне кажется, немножко все равно обгорела я. Посмотрим, что здесь будет. Пока нравится, конечно, чистенько. Все хорошо. Деревья, все так натурально. Ресторан. Где ресторан? Вот этот? Здесь несколько мест. Какой именно наш? Откуда ты знаешь? Где Universidad de канале? Ресторан. Это Jasper... ...� сколько мы еще будем здесь целый час ну вот мы уже по ужинали нам сказали что у нас еще целый час и здесь в принципе особо как бы здесь делать ничего вот так посидеть а куда еще гулять где есть еще какое-то место здесь вот это только то что на на переднем плане и все или там внутри что-то тоже есть нет вот и все как бы вот 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 и все просто можно поплавать то что вот некоторые люди делали сидели тут загорали допустим сейчас вот здесь тоже здесь и сидят там у нас была зона для ужина сзади там туалеты ну вот и все как бы большой тоже остров сейчас расстелим полотенце и посидим немножко просто вот как все остальные люди все и после этого поедем наш отель конечно же в первую очередь мыться мыть голову мы все соленые вот здесь вот в таких вот продают какие-то напитки но он уже складывается это понимаю это вот уже последний заезд наш то есть 6 часов ужин и все здесь тоже вот что-то продают и смотрю что прям все складывается все потому что я так понимаю здесь темнеет очень быстро фонари я никаких не вижу только вот там где зона для ужина какие то есть это не продают это наверно типа если вот хотят посидеть типа как романтический какой-то обед ужин завтрак если вот так вот хотят посидеть радость я там что-то дальше интересное вижу вот там пойдем смотри что-то там есть дальше давай туда сходим что-то интересное увидела и посмотрим что там дети пошли отдельно мы конечно устали уже ты как себя чувствуешь устал не устал нормально немножко после воды все равно вот эта соль и после воды немножко такой чувство себя да и не чувствую что на коже тоже все равно эффект нет хотя мы сильно намазались кремом но чувствую немножко что эффект все таки есть как бы соли от соленой воды понимают и есть божество все словно ассоциируется с деньгами с богатством здесь есть место куда пойти раджешь смотрит оттуда во люди идут значит там есть место наверно там тоже что то есть пойдем туда пройдемся раз дети не хотят хоть мы туда пройдемся давай мы решили пройтись вглубь оказывается есть какая-то тропинка обойти полностью остров нам не удалось там был уже тупик но здесь не знаю есть какая-то тропинка но куда она приведет мы не знаем здесь кокосовое дерево посмотрите сколько кокосов просто падает и хорошо что я вовремя увидела очень опасное дело нужно подальше держаться потому что если упадет на голову кокос голову просто разобьет тебе страти какие они тяжелые они очень тяжелые похоже на то что здесь есть и комнаты вот такие вот маленькие домики даже там я вижу раджешь далеке этот понимаю что здесь надо люди останавливаются и живут полностью не пойдем туда зачем в общем дошли мы ага вот видишь сюда мы и вышли да вот как раз задняя часть этого места где мы ужинали понятно значит на этом острове люди живут все эти люди ждут sunset вот сейчас будет солнце садится говорят что здесь очень красивый sunset и только после этого мы уже уедем мы прям вот темнеет темнеет на глазах хорошо хорошо парень подплывайте еще перед отъездом окунуться поплавать а и 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